всем привет дорогие друзья вот короче начал я уже бомбить дом получается старый дом внутри нового дома это старый дом этот потолок мне нужно подорвать убрать его полностью но неприятность состоит в том что тут в этом потолке такая жужелка она очень мелкая и как бы пробивает все и даже пленку вот и застелил типа давно туда заходит короче в дом и все это не спасает если мне такой респиратор такой но чуть-чуть держит потом начинает пробивать его все это начинаешь пылью дышать и глотать эту это дом 50-х годов где-то вот так вот тут я получается 4 доски вырвал и все тут такой туман стоял короче так мои руки не было видно вот настолько так но типа загасила тут все я думаю чтоб придумать такого ну чтоб она эта фигня не падала короче с потолка на землю я вот дранку эту снимал да типа известняк был такой она пыль такая тоже была белая все такое она падала его срывал короче этим воздодером но тут все падало но респиратор этот маленький держал ну типа все было нормально типа я не чувствовал пыли вообще нифига а потом когда начал добрался до вот этой вот штуки начало пробивать ну типа начал закашлять задыхаться эта фигня ну типа буквально минут десять поработаешь все хана ну типа тут уже невозможно работать и короче думал думал чтоб придумать типа вот придумал такую тележку но это еще когда мы заливку делали бетона я вот такую быстренько на коленке собрал потому что надо было скоро быстро-быстро типа скорость набирать и вот такую тележку собрал быстренько на коленочке на своем горбу не тягать этот песок два ведра стабильно свободно помещается тут еще такая площадка была но я ее выкрутил убрал и думаю чтоб еще сделать типа ну как ее использовать она стоит эта площадка типа платформа а толку от нее ноль ну я снял эту сам начнем ну типа платформа на чем стояли ведра убрал ее остался голый брус типа и колесики эти я думаю о супер у меня аж есть леса я когда-то делал фасад там с другой стороны дома и думал мне самые самые длинные части есть у меня типа ну можно их использовать но плохо шик оказалось 2 придумал их 4 2 только ну думаю ладно и так пойдет ну вот сделал вот такие вот просверлил уголки подставлял бэм-бэм-бэм закрутил короче она будет передвигаться вот так типа ну если так смотреть как что я придумал вот так она будет короче двигаться а у нас был еще детский вот такой бассейн он уже пробит и старая жена говорит выброси его зачем он нам нужен и огурня подожди стоп вдруг где-то его придется но пригодится он типа применить его потому что если клеенку такой убить она вскоре как бы и стрепается из-за того он острый он островатый такой типа он будет рвать эту пленку и все это все равно обрушится и обвалится а эта штука она прорезинена она из резины такого плотно и и так если на растягивание не порвешь ну и закрепил сделал сначала тут собрал каркас и не знаю выдержит этот каркасик или нет этот каркасик свободно садится на вот эту лесенку прям идеально я так подобрал все четко даже даже рулетки не использовал все-таки на глаз бам-бам и этот размер не знаю как так получилось он тоже типа если вот свести ну типа 2-ти рейки он тоже тип она входит в размер этой штуки здесь и сделаю небольшое отверстие так как у меня как ячейка получается вставлю короче с подсветка у нас есть такая подставка белая вставлю туда ее типа как воронку и это все будет сыпаться в эту воронку из этой воронки будут будет внизу торчать труба и труба прямиком будет в ведро высыпать эту гадость меньше пыли да будет пыль но меньше не будет это все падать кусками тут так подымалась как вулкан короче взрывается ну вот ну все я вот так этот потолочек подорву сейчас покажу какую я буду воронку использовать вот заливка это все тягал эти ведра но вот эти решки такая вот будет тут потом будет такие круглые ступеньки идти вот старый дом старый внутри нового дома если так хорошо посмотреть видно типа короче так вон там этот старый новый а тут старый старый дом так а вот такой будет раструб воронка чик она идеально входит в эту отверстию прям как-то я конечно обрежу все подготовлю запекаю отлично чтобы было и все так чик и будет вот такая у меня штуканция все это будет сыпаться в ведро кому интересно подписывайтесь на мой канал пишите лайки ставьте лайки пишите комментарии будет вторая часть продолжения все всем пока